Я думаю, что нет смысла представлять Владимира. Все знают нашего первого спикера. И перед тем, как мы перейдем к вопросам, я знаю, что многие ребята ко мне подошли и сказали, что есть вопросы. Я хочу сказать Владимиру, что вы первый спикер. Это панель молодежных лидеров. И у них впереди два невероятно интересных дня. Это лучшие из лучших, кого отобрали в Украине. Они прошли невероятный конкурс. И я бы хотела, чтобы вы, наверное, им дали какое-то пожелание на следующие два дня, что они должны вынести из этих двух дней, встречи с интересными людьми, и если бы вы были там, Владимиром Кличко, которому было бы 20 лет, что бы вы себе сказали, сидящему там, вот как бы с вашего возраста, уже с вашим опытом? Представьте себе, что вы сидите там, вам 20 лет, и вы хотите себе что-то сказать. Вы прошли этот конкурс. Еще раз доброе утро. Приятно познакомиться. Половина, я смотрю, девушек, парней половина. Смеются девушки почему-то? Парни не смеются, да? Но у девчонки более эмоциональные. Вы говорите, кстати, знаете, вы начали этот разговор с того, что есть такое выражение в шахматах. Чтобы увидеть, или правило, чтобы увидеть, что видит твой соперник напротив сидящий, сиди там, где он сидит. Вроде те же самые фигуры. Многие из вас наверняка играли в шахматы, понимают, о чем я говорю. Те же самые фигуры. Меняешь угол взгляда, так сказать, и совершенно по-другому комбинация выглядит. Совершенно по-другому. Поэтому очень важно себя представить, вы здесь правы, очень важно себя представить на месте твоего или оппонента, или как сегодня мы встретились, и мне нужно понимать, кто передо мной сидит или будет сидеть, потому что я тоже подготавливался к нашей встрече. Я знаю, что у нас есть 20 минут моего монолога, надеюсь, не скучного, 20 минут вопросов и ответов, ну и там 5 минут на фотографии, да? Если будет желание еще. Поэтому в 45 минутах мы должны уложиться. Я буду очень откровенен с вами. Вы молодые лидеры, настоящие или будущие. И я уверен в том, что многие из вас хотят кем-то стать. Или уже стали. Вы знаете, не расстраивайтесь, если вы в 20 или в 25 лет еще не знаете, кем вы будете. Я знаю 40-летних и 50-летних, которые до сих пор не могут ответить на этот вопрос. Очень важно перед собой ставить цели. Это наверняка самый первый шаг. Я это сформулировал, а мне в этом помог мой образовательный курс challenge management, change innovation management and self-management. По-русски, в общем говоря, management вызовов. Или по-простому management problem. Но самое главное понимать даже высказывание и говорить, проблема, руки опускаются. У меня проблема. Одна, другая, третья. Но когда у тебя это вызов, совершенно другое значение. Вызов это как игра. Поэтому вместо того, чтобы назвать это problem management, I changed it to challenge management. Challenge is fun. Поэтому нужно для первого шага понимать, куда я, куда, в каком направлении я двигаюсь. Я сделал пять шагов к цели. Первое – это цель. Какая моя цель? Какая ваша цель? Они бывают. Ближние, дальние, большие, маленькие. Но какая цель? Второй шаг – последствия. Какие будут последствия, если я эту цель не поставлю перед собой? Или какие будут последствия, если я эту цель не достигну? Или наоборот, какие будут последствия, если я достигну эту цель? Как я себя сам буду чувствовать? Как будет чувствовать моя семья, мои друзья, мой коллектив, моя организация, моя страна? И представлять это очень важно, третий шаг перейдуя в картинках, представления. Потому что все то, о чем я говорю сейчас, 90%, и я не один-единственный, а в целом в жизни так и случается, 90% информации сотрется, потому что мы живем в мире полного информации. Как только вы покинете эту 45-минутную сессию и общение со мной, через полгода вы наверняка уже не будете помнить, но у вас останется картинка, в каком костюме я сидел, в каком светом был приблизительно, что случится сейчас, какая будет картинка в целом в следующих 45-минутах. Поэтому очень важно воображение, третий шаг, воображение, как я представляю сам себя, если я эту цель достиг, или какие последствия, если я этого не сделал. Воображение картинками. Четвертый шаг – это твои союзники. Без союзников человек не может сделать сам все, что он перед собой поставил. Конечно же, сам человек – это движущая сила, но один это не сделает. И здесь очень важно понимать, даже твои конкуренты прямые могут быть твоими союзниками. Наглядный пример жизни. Я не знаю, смотрите ли вы поклонники спорта или нет, бокса или нет, но, в общем говоря, у меня не так давно был поединок на стадионе Вэмблей с Энтони Джошуа моим бывшим спарринг-партнером. Три года назад он помог мне или помогал мне подготавливать или подготовиться к поединку против Кубрата Пулева. Мой будущий соперник, мой прямой конкурент помогал мне подготовиться к поединку. Называется «коопетишн». Коопетишн означает, что даже этот союзник, который может быть твоим прямым конкурентом, поможет тебе достичь твою цель. Например, в Европе или конкретно в Германии такие автомобильные марки, как Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche объединились для того, чтобы создать прямые конкуренты, объединились для того, чтобы создать электрозаправки для электромашин. Потому что все понимают конкуренции Теслы. Но для того, чтобы все-таки эту конкуренцию убрать, они создают и работают над тем, чтобы в 2018-2019 году вышли электроавтомобили этих марок. И они объединились для того, чтобы создать заправки для электромашин. Конкуренты. Ну вот они создадут, сделают, но потом будут конкурировать. Теслу уберут, так сказать, с рынка этим. Но совместную цель достигнут. Точно так же, как и в поединке с Джошуа, он мне помог. И в конце концов я с ним встретился в ринге. Поэтому союзники очень важны для достижения цели. И такое выражение self-made man, человек, который сам себя сделал, да нету такого. Нету self-made man, потому что один человек не сможет достичь своей цели. Только лишь в коллективе. Кстати, каждый, кто здесь сидит из вас, никого из вас нету сильнее и умнее, чем мы все. Логично. Поэтому у боксера есть, сейчас увидите, эти картинки вы не забудете. Если общество, спокойно, если общество разделено и не объединено, как вот эти пять пальцев, но когда эти пять пальцев смыкаются в кулак, это сила. В единстве сила. В единстве наших воображений, целей, союзников для достижения цели очень важно быть едиными. Разделяя властвы. Разделение, разделил, это старое уже выражение. Разделяя властвы. Разделить очень легко, объединить очень тяжело. Но когда мы объединены, есть объединение по пути к цели, эту цель мы достигнем. Последний, пятый шаг, очень важный. Это любовь к цели. Если ты без любви относишься к цели, ты ее не достигнешь. Ты должен этим болеть. Как влюбленный человек, но он болеет просто. Днем и ночью не может перестать думать о объекте любви. Еще раз я повторю. Цель, последствия, воображение картинками, союзники и любовь к цели. Тогда, я уверен, будет успех. Очень важно для будущих лидеров также понимать, и наверняка вы подумаете, о чем Владимир тут говорит. Но эти три важных элемента для достижения цели очень важны. Я хотел бы, чтобы наши будущие лидеры и настоящие имели три качества. Бескомпромиссные, мультидимензиональные, многодимензиональные, эгоисты. Бескомпромиссность, эгоизм, о чем Владимир говорит. Это же как бы негативно. Ну, в целом, если разобраться, на самом деле не так уж, это и негативно. Самый большой вызов, который у нас есть в жизни, с момента нашего рождения до наших последних дней, это время. Мы пытаемся время осилить и побить, образно говоря. Выиграть время. С момента рождения нам нужно, или забота, детский сад, школа, образование, выбор профессии, профессия, семья, дети, внуки и так далее, жизнь уже прошла. Мы не хотим потерять время. И за какой-то промежуток времени, который особенно сейчас в вашем возрасте важен, очень важно оставаться активными, достичь результатов или целей поставить перед собой. И ни в коем случае их не потерять из вида. Я объясню, почему эти три компонента очень важны. Бескомпромиссность. Каждый компромисс стоит время. И многого другого. Эгоизм очень важен для человека. Спортсмен без эго не достигнет цели. Менеджер, лидер не достигнет своей цели. Потому что он будет обращать внимание на компромиссы. Компромисс забирает время. И тебя отвлекает от пути к цели. Эгоизм, как и бескомпромиссность, очень важны. Но только в этом случае они многофункциональны, если человек думает мультидимензионально, многодимензионально. Не только лишь черное-белое, черное-белое, серое, зеленое-красное. Есть правила, есть исключения из правил. Таков закон жизни. Или всегда мы читаем книгу, есть закон, есть правила, есть поговорка, но всегда есть звездочка внизу, которая указывает. Ну, а в этом случае есть исключения из правил. Например, вы видели это видео в самолете, когда перед взлетом объясняет стюардесса, или же на видео видно, если во время полета давление в кабине самолета начнет падать, значит, автоматически опускаются кислородные маски. И в этом видео видно, человек одевает маску на себя, сидит рядом с ребенком, а потом надевает ребенку. Ну, по логике нужно же помочь ребенку. Нет. Ты должен помочь себе в первую очередь, потому что ты движущая сила. И если ты в комфортной ситуации, ты готов в длительную помочь ребенку и многим другим. Ребенок тебе не поможет. Поэтому, если мы будем думать монодимензионально, в одной димензии, в одном спектре, черно-белое, то, конечно же, нужно помочь ребенку. Но если к этому подходить немножко по-другому и, так сказать, к любому правилу подходить с какими-то исключениями, с какими-то свойствами ситуации, то, в первую очередь, чтобы в длительную помочь обществу, нужно себя чувствовать комфортно. Нужно чувствовать уверенность в самом себе и силу в самом себе. В короткую, как я уже объяснил, можно оказать нужную помощь, но это будет очень кратко. Поэтому бескомпромиссность тебя ни в коем случае не отлечет от преследования своей цели и достижения. Эгоизм поможет тебе достичь этой цели с любовью и каждому из правил нужно подходить с исключением. Черно-белое, но не забывать о том, что в этой ситуации нужно немного наверняка изменить, если это нужно для достижения цели, свою собственную, так сказать, представление или политику по достижению к ней. Поэтому эти три важные компонента необходимы. я не хотел бы забыть очень важные фразы или фразы Дарвина. Мы живем в обществе, особенно в Украине или в целом в мире, которое сегодня очень сложно политически, экономически, геополитически. И нужно понимать, еще раз, одно с другим хорошо обыгрывается, нужно понимать, что выживет из любой ситуации не сильнейший и не умнейший, а тот, кто приспособится к окружающей среде. А вот теперь мы говорим о многодимензиональности. Казалось бы, умный должен выжить или сильный должен тоже, как в законе джунглей. Нет, не совсем так. Эволюция природы человека показала то, что действительно тот, кто приспосабливается к окружающей среде, выживет. Поэтому все вот эти правила, которые я только что озвучил или до вас донес, они очень важны подходить к ним более внимательнее. И я думаю, что эти пять шагов, которые я только что назвал и озвучил, они помогут вам поставить перед собой цели и помогут достичь их. Мой самый сложный выбор и решение, которое было в моей профессиональной жизни, это сказать матч-реваншу против Энтони Джошуа нет и закончить свою 27-летнюю карьеру. Я себе представлял спортсмена, я себе представлял раньше, да я это сделаю запросто. Если у меня не будет здоровья и мотивации, я это сделаю запросто. Но на самом деле схватиться, так сказать, за этот кабель, который к розетке подключен и выдернуть его и сказать финальное решение и моя спортивная карьера закончена, на самом деле оказалось очень сложным. Сто дней практически я потратил на то, чтобы принять это решение. Но никогда не знаешь, как на самом деле будет оно правильным или нет, когда ты уже это ощутишь. После принятия решения сегодня могу сказать, это было правильным. И как раз вот эти пять шагов помогли мне, когда я перед собой поставил или задал себе вопрос, какая моя цель? Моя цель была уже не в спорте, моя цель была быть успешным в моей другой карьере. То, что касается карьеры, не забывайте о том, что то, что вы сегодня выберете как лидеры сегодняшние и будущие нашей страны или нашего мира, вы будете менять ваши карьеры и ваши цели. Вы достигнете ее, вы поставите новые цели. Человек меняет профессиональную деятельность много раз. Появляются новые амбиции, новые желания. Человек в 50 уже не думает так, как в 20. Если он думает так, как в 20, то он потерял 30 лет своей жизни. С каждым десятилетием возрастом меняется воображение, меняются цели, меняются желания. Поэтому по достижению ваших целей и по выбору ваших целей я желаю вам удачи. Самое главное оставайтесь активными. А я в этом уверен, что вы не просто так сюда попали, а вас отобрали. Или вы сами себя выбрали. В каком плане вы активны. Вы о себе заявили. Я очень рад с вами сегодня познакомиться. И я думаю, что помимо моего монолога, где-то в районе 20 минут уже я… На самом деле я удивлена. Это вау, это ровно 20 минут. Это такой тайминг, я не знаю, в голове, наверное, какой-то работает. Поэтому я перейду от своего скучного монолога к диалогу, потому что иногда очень тяжело понять на самом деле, рассказывая то, что вам нужно или нет. Но вот в этом диалоге, в вопросах и ответах это будет более понятно. Я освещу еще такую вещь. Вы знаете, очень важная вещь, я закончу, мы перейдем к вопросам ответом. Кто бы вам не говорил, это неправильная цель, не нужно тебе этим заниматься, оставь это, лучше подумай о чем-то другом. Но если у вас есть вот эта так называемая чуйка или God feeling, вы чувствуете сердцем и душой, это ваше. Это ваша цель. Не обращайте внимания на то, что говорится вокруг вас. Слушайте свое сердце и свою душу. И я уверен, вы достигнете своей цели. Бескомпромиссно достигнете ее. Хороший пример от того, что касается карьер, наверняка один из самых лучших примеров в жизни. Это Арно Шварценеггер. Он себе ставил по своему вызову сердца и души целью. Парень из какой-то деревни в Австрии. Спорт, который не особо был популярным, там, как теннис или бокс или баскетбол. Бодибилдинг. Он стал чемпионом в своем спорте. Он захотел стать хорошим актером. Хороший ли у него актерские качества или нет, это другой вопрос. Оскара, как мы знаем, он не получил, но он стал прекрасным актером. Он заявил о себе как актер. Актерская карьера была очень успешной. Он женился на девушке, на разговор о девушках, женился на девушке, которая была, которая есть, является элитой в Соединенных Штатах из семьи Кеннеди. Это не карьера, но какой-то парень из Австрии, из австрийской деревни. Если бы он до этого рассказал, что я стану чемпионом, я уеду в Америку, я стану профессиональным актером, у меня будет успех, моя жена будет Кеннеди, одна из кланов Кеннеди. И я стану губернатором Калифорнии. Все бы сказали, ну он идиот, наверное. Больной. Как можно такой из нашей австрийской деревни вот туда в Америку и все, что рассказывают. Но на самом деле это факт. Поэтому я хочу вас вдохновить в то, что какие цели бы у вас не были. Верьте в них. Ваш по возрасту ну приблизительно коллега Марк Цукерберг в конце концов закончил Харвард. И в своей 45-минутной речи он сказал, ребята, я вам признаюсь честно, мне был 21-22 года, когда Фейсбук, эту идею с Фейсбуком начал продавать, рассказывать о ней и все это было создано. я попал в этот университет и было много людей, перед которыми я испытывал даже в присутствии их огромное уважение то, что они достигли сферы экономики или бизнеса. и когда они мне эти идолы, в смысле идолы, да, говорили мне, продавай, не делай ошибку, деньги сегодня, хорошая идея, но нужно сделать так и так и так. он сказал нет. Он сказал о том, что я не знаю, почему, сегодня я не могу понять, почему я отказал тем людям, перед которыми у меня было огромное уважение. У меня не было знаний в бизнесе, но у меня была вот эта так называемая чуйка, God feeling, сердце и душа, которые говорили ему, иди своим путем. Смотрите сегодня в 30 лет, где он находится. И он сказал, я не могу объяснить это по-другому, я только лишь слушал свое сердце и свою душу и следовал этому пути. Вы не исключение. Никто из нас здесь не исключение из этих правил. Поэтому слушайте свое сердце, слушайте свою душу, как она вам подскажет и сделает правильный совет. Спасибо за выслушанный монолог. Сейчас будут вопросы, да, я хочу, ребята, перед тем, как мы перейдем, Володя вас вначале вдохновил на то, что вы думали картинками. Пять секунд запомните картинку каждый свою, Володя в сером трикотажном костюме говорит о том, что нужно ставить цели, любить свои цели, объединяться, помните кулак, да, и быть эгоистами в хорошем смысле слова и не идти на компромиссы. Это моя картинка, давайте ее дорисовывать. Я знаю, что есть вопросы, я знаю, что здесь есть невероятные поклонники. Владимир, сегодня, наверное, на самом деле исполняется одна моя очень заветная мечта. Я с самого детства, ну, я даже, наверное, боялся представить, что там, скажем, через 10 лет вы будете от меня на расстоянии полутора метра. В трикотажном костюме. В трикотажном костюме. Микрофон, микрофон ближе, вот так вот. И я смогу задать вам вопрос. Прежде всего, я бы хотел вас очень сильно поблагодарить. Вы со своим братом вдохновляли не только меня, но, наверное, большинство ребят, которые здесь присутствуют. Ваш плакат с детства висел над моей кроватью. Когда на следующее утро у меня должен был идти экзамен, я сидел ночью, у меня оставалась еще куча вопросов невыученных. Я так смотрел, вы стоите в боксерском поясе, весь такой красивый, в поту после очередной победы. Я думал, так, не будь слабаком, будь таким, как Володя. Сделай это, выучи экзамен, получи на следующий день A. Я получал свои A, и за это я на самом деле хотел вам сказать огромное спасибо. Вопрос, который я хотел вам задать. Ни много, ни мало, вы один из самых успешных боксеров за всю историю этого спорта, но в то же время вы выглядите вполне счастливым человеком в личной жизни. У вас хорошая семья, ребенок. Я хотел бы вас спросить, что для вас важнее, профессиональная самореализация или счастливая личная жизнь, если важно и то, и то, как успешно в жизни находить баланс между карьерой и личной жизнью? Обычно женщины об этом спрашивают. Мне так приятно, что в этом стали спрашивать мужчин про баланс. Очень хороший вопрос, я не согласен. обычной женщины, нет, абсолютно нормальный вопрос, потому что я сам себе задал вопрос. С одной стороны, нужно уделить время ребенку, семье, жене и так далее, с другой стороны, нужно уделить время своим целям. И очень многие стоят перед этим выбором, что важнее. Я думаю, что наглядный пример лучше всего. Джеймс Кэмерон, который создал и создает, продолжает создавать, вот он как раз касательно картинок, визуализации, Титаник, фильм, который мы все наверняка видели, или, как назывался еще, последний фильм, который он сделал, он делает вторую серию, Аватар, да, Аватар. И он еще сделал документальный фильм, Deep Challenge. он опустился на самую глубокую точку мира, что-то там под 9 километров глубиной в океане. И что самое интересное, он создал, сам это была его мечтой с детства, создал подводную лодку или подводную капсулу, так сказать, даже не лодку, а капсулу, которая выдержит давление на глубине 9 тысяч метров. Он хотел увидеть своими глазами, а не послать бедного студента в этой капсуле на 9 тысяч метров. И он понимал, что он подвергает себя неимоверному риску. Во время того, когда он строил эту капсулу, вокруг него дети, его дети, его жена, и он как раз говорит именно об этом. Он говорит, да, конечно, я мог послать бедного студента на эту глубину, но я хочу это сделать сам. Я понимаю риски, я могу потерять свою жизнь. А что же с моими детьми? Я хочу быть наглядным примером для подражания для своих детей своими действиями, своей карьеры, своими целями, которые я достигаю и не только. Я думаю, что наверняка этот пример самый лучший ответ. Нельзя уходить только лишь в одну или в другую сторону. Но я думаю, что это совокупление твоей работы поможет твоим детям быть наглядным примером. Я точно так же воспитывался, я не так часто видел своего отца. Он был военным, он уходил утром, мы еще спали, приходил вечером, мы уже спали, ну, почему говоря, не так много времени. Но когда он был рядом с нами или там были выходные дни, он уделял сто процентов времени нам и воспитанию. Я это никогда не забуду. Но своими наглядными примерами и так, как это было и он мне брал с собой на работу очень часто, я наблюдал за тем, как он функционирует, как он работает, какое отношение его коллектива к нему. И вот этот наглядный пример, как и у Джеймса Кэмерона или моего отца, мои отношения говорят наверняка о многом. Спасибо за вопрос. Спасибо, я вижу микрофон уже куда-то отпутешествовал, да? Ага. И я тоже хотел бы вас поблагодарить за то, что в 2006 году посмотрев ваш бой в Нью-Йорке, я на следующий день записалась на секцию по боксу, да? И получая каждую награду, каждый раз выигрывая бой, я каждую свою победу посвящала вам и мысленно говорила вам спасибо за то, что вы меня смотивировали заняться этим спортом. И мой вопрос будет следующий. Вы говорили о успехе, да? Вы говорили, что вас мотивирует, да? Какие цели нужно перед собой ставить, как достигать, да? Но были у вас тоже поражения. Скажите, пожалуйста, что вас мотивировало каждый раз подняться и идти дальше? Ведь даже каждый раз, даже если мы приведем пример в научной деятельности, в политике, экономике, в бизнесе, в любом сфере, тоже бывают неудачи, тоже бывают провалы, после которых просто хочется все бросить и просто сдаться. Что вам помогало все это время после поражения, после какой-то неудачи, что вам помогало встать и идти дальше? Спасибо. Спасибо. Потому что да, ставятся цели, наверняка не все достигаются, руки опускаются, когда все-таки не получается, но самое главное двигаться вперед. Человек, который останавливается, падает назад. И достижение цели или конечного результата на самом деле не сама цель. и на самом деле, как я уже говорил о многодимензиональности, нужно понимать, что я не достиг цели, но я достиг чего-то другого. Опять же примеры из жизни. Коламбас поехал в Индию, его цель была Индия, он потерял курс, его корабль, и в итоге, слава Богу, у нас есть Северная Америка, которую он открыл. Его цель прямая была не достигнута, но побочный эффект этого был позитивным, то есть своей целью не достиг, но мы понимаем, какой позитив из этого вышел. Наглядный пример. Ученые создавали искусственное стекло. Свою цель они не достигли, а побочный эффект постит или суперклей, хороший побочный эффект. они же об этом даже не представляли, что из этого может получиться, но они двигались вперед, они ставили перед собой цель, они их не достигли, но какой-то позитив из этого был. Медицина, мы знаем, медицина очень такой важный элемент в обществе, и медики работали над тем, как сделать сердце, сердечно-сосудистую систему сильной и как можно какие-то из-за болеваний преодолевать. Побочный эффект Виагра, все знают. Ну, свою цель они не достигли, но побочный эффект, пожалуйста. И можно продолжать очень много до моего личного примера. Я свой последний поединок в своей спортивной карьере проиграл, но я еще никогда так много не выигрывал проигравшим. Парадокс. У меня уже было много успеха в спорте, но я ни в коем случае не хотел бы изменить результат конечный результат поединка. И, например, если бы я Энтони Джошуа накутировал в втором раунде. Скучно. Я об этом сегодня бы не говорил. А теперь я получаюсь такой, как вы. Есть цели, есть путь к цели, бывают неудачи, но самое главное, я для себя открыл то, что самое главное достижение цели, это не сама цель, а процесс. Потому что даже если ты ее не достигаешь, ты открываешь для себя что-то новое, как пример, я уже до этого вам привел. Спасибо. Так что самое главное двигаться вперед, все остальное, так сказать, ушки на макушке, нос по ветру. И поверьте мне, вы увидите очень много дверей откроются, которые вы даже не знали существования. Спасибо вам за ваше выступление. Вы говорили про объединение. И мне кажется, ни в одной стороне мира нет полностью объединенного общества. Все что-то разделяет. У нас страна максимально сейчас, мне кажется, переживает тяжелые времена, и общество у нас разделено, начинает вопросов языка, заканчивая медицинской реформой. И как вы думаете, какие практические шаги с вашей точки зрения могут максимально объединить наше общество? Что именно конкретно может? Спасибо. Эту фразу вы уже слышали наверняка очень много. И она философская, и на самом деле она ассоциируется только лишь с одним человеком, Джей Ф. Кеннеди. До него это было уже сказано в индийской философии. Не спрашивай, что может для тебя сделать общество или страна, спроси, что ты можешь сделать для общества или страны. Если каждый из нас будет это задавать сам себе, поверьте мне, мы будем жить очень хорошо, даже прекрасно. но, к сожалению, в элите политической, как и в любой стране другой, но, к сожалению, то, что касается коррупции нашей страны, ассоциации с этим, очень часто говорят о том, что Украина до сих пор пока коррупцию не поборола. Коррупция – это как рак, который нужно просто-напросто удалить из тела. иначе все будет очень кратковременно. Поэтому, как и жизнь, да? Поэтому очень важно не забывать о том, что я могу сделать для общества очень много и задавать себе этот вопрос, если каждый себе задавать этот вопрос, то я просто в этом уверен, каждый из политиков, но не только лишь. но каждый человек, который просто-напросто живет там на улице Саксаганского и видит мусор каждый день, когда он выходит из дома, и если он подумает, да, это должны сделать городская мэрия, собрать мусор или мусоросборник, который там ездит, когда там раз в три дня, вместо того, чтобы самому организоваться, и если так будет каждый думать из лицов этого дома, я уверен в том, что каждый из улиц и квартала города и страны получится только лишь, только, так сказать, рай на земле, поэтому я в этом уверен, самое главное задавать себе этот вопрос, что я могу сделать из страны, и не наоборот. Ребята, у нас время для одного вопроса, если вы хотите фотографию, если вы отказываетесь сходить налево один раз. Володя попросил сходить налево, поэтому у нас два вопроса, один справа, один слева. Отлично. Спасибо вам большое. Владимир, незыблемой является истина, что бой – это ваша жизнь, но и ваша жизнь – это также бой, потому что вы в свои юные, молодые года являетесь легендарным спортсменом, вы нокаутировали многие жизненные обстоятельства, и вы сейчас признаны примером года в Германии. И у меня вопрос. Не сложно ли вам с вашим тонким прекрасным чувством юмора относиться к таким титулам, как легенда, как пример года? Как вы относитесь к этим титулам? То есть они вас тяготят, вы чувствуете надмерную ответственность, и каким образом эти титулы, возможно, мешают или помогают вам в достижении вашей миссии жизненной? И какая она у вас? Спасибо. 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 Откровенно говоря, титулы, звания, когда ты находишься внутри своей деятельности, для меня лично это не важно. Я на это не обращаю внимания. Мне всегда было сложно с этими поясами выходить на пресс-конференцию и держать их перед собой. но это неотъемлемая часть спорта, программы промоушен, картинки. И некоторые вещи просто-напросто, так сказать, нужно делать или сделать. Я благодарен, конечно, за титулы или награды, которые были, но в конечном счете, как инсайдер, для меня это не так важно. Можно сказать, да, это мотивирует меня сделать больше. Это не моя мотивация. Награды и титулы не моя мотивация. Я хотел бы, чтобы лучше всего все, что человек достигает, и человек сам, должна быть самооценка, но я бы хотел, чтобы может быть, даже вы не обращали на это внимания, потому что ваш фокус, ваша концентрация будет совершенно на другом. Не на медалях, не на признании. Это то, что касается ожидания. Когда человек живет в обществе, ожидание, оно очень высоко. И когда эти ожидания, к сожалению, 99% они не оправдывают себя, а всегда планочка немножко ниже, идет разочарование. Поэтому я желаю также и вам, чтобы вы наверняка не так много ожидали от результатов достижения своих целей. да, это будет признано, это будет увидено, это будет для вас наверняка какая-то мотивация, но я думаю, что у меня есть фокус на моих целях. Даже сейчас, после спортивной карьеры, он у меня остается. Я хочу двигаться вперед. У меня нет времени обращать внимание на награды. спасибо, и мне нужно их принять как знак уважения. Я скажу честно, от некоторых я просто-напросто, отказываться это плохой тон. но я хотел бы, так сказать, визуально наградили. Мне не нужно для этого выходить на красную дорожку или на сцену и сказать да, спасибо. но в этом случае я понимаю, что для меня это возможность, так как сегодня поделиться с вами, для меня это возможность не только лишь сказать благодарственную речь за там award, который я получил, а возможность поставить или сделать акцент на какой-либо проблеме в обществе. Потому что я часть общества. Я спрашиваю сам себя, что я могу сделать для этого общества, а не наоборот, как я уже об этом говорил. Поэтому да, с одной стороны, это мотивация, с другой стороны, это для меня лично, скажем так, не решающе или не так важно. У нас три минуты на короткий вопрос и, к сожалению, на короткий ответ. Три. Владимир, еще раз о единстве. Это то, что на самом деле важно сейчас для нашей страны и мы с вами в этом согласны. В то же время вы советуете нам быть эгоистичными и бескомпромиссными, чтобы достичь своих целей. Скажите, как объединить эгоистичных и бескомпромиссных людей? За три минуты. Я, по-моему, если обратить внимание на то, что я сказал, например, в конкуренции то ли это в спорте, как с примером с Энтони Джоши, моим спарринг-партнером бывшим, потом с сегодняшним чемпионом мира или же постройкой электрозаправок, конкурентов прямых. Они все эгоистичны, тем более, зная о том, что бизнес, вообще эмоций нет, а только лишь числа и цифры решают, заниматься этим или нет. Но тем не менее, вот это вот объединение, почему эти компании объединились, которые я тоже назвал, не буду повторяться, чтобы скучным не было. Вот это объединение для достижения важной цели и сосуществования, competition. Ведь, если будут эти заправки, электрозаправки, это совершенно другая индустрия, совершенно другой стиль, стиль ведения бизнеса, который будет существовать. Не существовать, а сосуществовать. То ли это на примере компании, в спорте и в нашей стране очень важно объединение, очень важно в нашем украинском обществе. Есть политические взгляды разные. Мы все устали от политики. Мы никому не верим. Но вот именно здесь политика и разделяет нас. У нас должны быть общие цели. и я уверен в том, что ради мира, ради объединения, ради прекрасного не существования, а развития общества и страны это очень важно забыть о амбициях политических или геополитических. И здесь мы должны объединиться. Европейский союз союз объединился для того, чтобы быть сильными. Да, у некоторых как Brexit другие желания, но демократия каждый выслушивает или принимает решения так, как большинство общества это хочет. Но я уверен, это, конечно, очень сложно, чтобы все остались довольны. Очень сложно, но большинство, я уверен, большинство должно влиять на меньшинство именно своими амбициями, своими мыслями и объединения друг друга. Как я уже сказал, если мы все разбежимся, моя гата с краю, наша украинская пословица, ничего не знаю, мы так далеко в развитии не уйдем нашим. Поэтому хорошо, что все-таки мы, украинцы, несмотря на все сложности, которые у нас есть в обществе, тем не менее, я вижу здесь в ваших глазах вы амбициозны, вы хотите достичь результатов в жизни и своих целей. Я думаю, что этот разговор мой сегодня с вами это только лишь моя точка зрения из моего личного опыта. Я надеюсь, что то, о чем я говорил сегодня, вам поможет. Если у вас будут вопросы, я ставлю свой номер телефона, звоните. Я уверен в том, что люди как минимум встречаются два раза в жизни, как минимум. И я уверен в том, что с кем-то из вас я встречусь снова. И наша сегодняшняя встреча это только лишь первая. Может быть, кого-то я уже видел сегодня, но некоторые присутствующие, я тут даже знаю много лет. Например, как директор фонда Кличко Алина Носенко, которая очень сам себя режиссер снимает и выставляет потом в режиме на Кличко.com. У нас точно сейчас будет возможность еще раз встретиться на фотографии, потому что организаторы машут руками, что я уже чувствую, что время у нас, как я уже сказал, самый большой вызов это время. У нас его не так много, поэтому я желаю вам достичь всего, что вы перед собой поставили. И не расстраивайтесь, чтобы у вас руки не опускались, не расстраивайтесь, если вы этих целей не достигнете. А наоборот, как я уже сказал, нос по ветру, ушки на макушке, вы увидите то, о чем вы даже не подозревали о существовании. Я желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо огромное. Очень оперативно. Тот, кто... Спасибо. Спасибо.